Не, ну понятно. А сколько сыну лет? 22. 22. Вот это в сентябре исполнилось. Ну, юрист закончил он, да? Ну, бакалавр. Так, у меня же информационный повод именно в этом и заключается. Я бы не делал. Меня вполне устраивает то, что... Да я знаю, вряд ли кто-то в Николаеве не знает Олега Кирюхина. Если кому надо, находят. То есть я никого. А тут я делаю повод именно под него. Я понял. То есть я это все там в интервью хочу, там потом уже... А уже началось интервью, Олег Михайлович. Уже началось. Уже ты пишешь, да? Да вот пишется. Снимаем, снимаем. А сейчас же техника. Вот, видео. Видео. А, вот так? Это видео уже, Олег Михайлович. Ничего себе. А вы думали? Ну, мы еще будем на диктофон записывать. Мы еще на диктофон будем дублировать. Все, потом вы смотрите. Ну да, определяем. Я сейчас вспоминаю, у вас всегда было очень правильное название фильм. Вот как бы запоминающийся. Авторитет. Так не просто... Первый был авторитет, а вторая была КС. А что такое КС? Филюкин Саршин. Ну, собственно говоря, я об этом тоже хотел говорить, что... Как правильно сказать? Авторитет это... Мое собственное название было, которое я придумал в 95-м году, когда оказался на свободе чистой совести. Как говорим, да? На улице. На улице, да. Вне системы прокуратуры. Поэтому... Олег, подожди. Ты же был прокурором города, да? Центрального района. Прокурором? Может, это ты, да? Да, Юра. Ты же был прокурором города? Центрального района города Николаева. 9 лет. Серьезная должность. Об этом я тоже, да, там... Собирался так просветить. То есть, смотри, меня просто... Название фирм уже на данный момент не... Привет. Ты уже вышел? Вот. Привет, дорогой. Видно, что вы поздравили? Снимают диван. А кто? Знаешь, это самое? Серьезной. Он исполнял, когда избирался... Сейчас старший помощник прокурор области по вопросам вот это интернирование. Если задержали иностранцев, то интернирование и моя тема. Поехали. Вернемся. Авторитет КС. Авторитет КС. В 95-м, в начале, когда я... Оказался вне системы, да, прокуратура. А что ты, кстати, оказался вне системы? Сократили? Нет, не сократили. Ты молодой еще был? Ты бы еще до сих пор был служить. Мне было 37 с половиной лет. Абалгуру. Звание советник юстиции на то время было уже у меня. Ну, это тоже тема. Я не хотел бы ее здесь педалировать. Просто на тот момент так сложились обстоятельства, что мои взгляды на жизнь оказались уже в разрез с теми взглядами, которые исповедовала. Ну, это в интервью писать не будем. Что будем писать? Говори. Что будем писать в интервью? В интервью... Главная цель интервью. Да. Значит, и там будем говорить и за авторитет КС, и за все-все. Главный повод для этого. Я знал, что мой сын должен закончить, получить диплом юриста. Так. Вот. И если я сам по себе, как Кирюхев, в следующем году будет 30 лет, как я с отличием закончил юридический факультет Московского здравственного университета... Ну, помедленнее. Московский государственный университет. МГУ. Да. То есть по пальцу можно перечислить в Николаеве тех людей, которые закончили московский... Ну, у нас... Я знаю еще двух человек, кроме меня. Я одного. Ну, Аркадий Киркаян есть. Он на год раньше меня закончил. Да, тот умный чедор. Он адвокат. Да, я знаю его тоже. И в корабельной прокуратуре служила Непша Неля Павловна. Она закончила еще раньше его там. Она сейчас на пенсию. Не, юриста я знаю теперь троих. А я знаю не юриста, я журналисты знаю одного. Ну, так тоже... Как что у нас? То ж журналистский факультет. Да, ну я имею в виду вообще МГУ. А, МГУ. Ну, так вот, 30... На данный момент, скажем, 6 октября будет 29 лет, как я поступил на службу в это здание прокуратуры Николаевской области. А не юбилей. Да, в следующем будет 30 лет, как окончил. Вот. И по собственному желанию не остался в Москве. Вот сейчас мы смотрим всякие передачи. Люди при малейшей возможности остаются в Москве. Конечно, конечно. Я по собственному желанию не остался в Москве. А наоборот сделал все, чтобы приехать в этот город. И в этом городе... А вы сам коренной Николаевец? Ну да, коренной. Родился не в Николаеве, но вся моя... Жизнь Николаева. Жизнь сознательная, там, где-то последние 50 лет, да, там, 60-го, скажем, года. Связано с Николаевым за минусом 5 лет. А какого ты года? 58-го. 58-го? Да. Вообще, вот я как тебе помню, вот мы познакомились лет 12 назад. Я сейчас лучше выгляжу, чем когда мы познакомились. А что ты держишь? Какая диета? Что ты делаешь? Ну, я каждое утро бегаю за машиной в гараж 3 километра. Вот. И за счет этого утром уже даю зарядку себе на весь день. Вот. Ну и потом специфика деятельности такова, что я в течение дня делаю так, что то там какие-то мероприятия, в смысле заседания, там, вопросы. То есть так получилось не случайно, не случайно. Об этом мы тоже будем говорить. Случайность, закономерность. Мы вчера говорили. Случайно, закономерно. Мы именно вчера с тобой пересеклись. Я думаю, что это закономерно. Нет, это было закономерно с точки зрения того, что я хотел с тобой встретиться. Но случайно, что именно вчера, когда я вернулся за своей этой потерянной книжкой по уплате за электроэнергию, выхожу и тут ты находишься. Я бы тебя все равно находил, потому что мы с тобой, я же тебе сказал, что ты мне нужен. Спасибо. Именно по этой цене. Спасибо. Поэтому, так получилось, что где-то обеды начали срываться. Я был полнее, килограмм на 10, когда был прокурором. А потом я смотрю, ничего страшного не происходит, если ты днем и не ешь. В итоге, я себе взял за правило, днем я пью сырую, очищенную воду. Утром завтрак, вечером ужин. Днем сырая, очищенная вода. Тогда, когда мне, например, захотелось перекусить, я не ем, а выпил водичку. Ну, так целый день пью и очень нормально себя благодаря этому чувствую. Баланс вот этот водный, о котором говорят. Вода, наверное, какая-то фига. Да, простая очищенная вода. Из крана, обыкновенная вода? Нет, не из крана. А, просто очищенная? Простая очищенная вода. Вот, которую я продаю. Я уже лет 5, наверное, не пью сырую просто из крана. Только очищенная. Хорошо, о чем еще должно быть интервью? Что в нем должно быть главное? Что мы должны? Ну, главное... Юра, смотри. Значит, так сложились обстоятельства, что вот тогда, когда я закончил университет и приехал сюда, я приехал сюда с конкретной целью, такой сознательной, да, бороться с преступностью, ликвидировать. Ну, как выясняется, вернее, я знал, что ее побороть нельзя, но я хотел именно в этом городе, а не в Москве, бороться с ней и показать, что эффективно это можно делать. И, в принципе, в течение 14 лет, я прослужил 13 лет и 8 месяцев, да, своей службой я показал, что это эффективно можно делать. Где-то году, 9 лет я был прокурором центрального района, причем 8 лет, меня назначили сразу после Чернобыльской катастрофы. Нет, сколько тебе было лет, когда тебя назначили? Когда меня назначили, мне было 27,5 лет, я был на то время при союзной системе, наверное, один из самых молодых в Украине. Вот. Ну, я же говорю, потом все это свелось к тому, что за те же 9 лет, вот, к примеру, сравните, покойный, известный на всю страну прокурор Днепропетровской области, Шуба, который неосторожно обращался с карабином, и года два назад в тире несчастный случай с ним случился. Тебя выстрелил, что ли? Да. Так вот, нас с ним в один день назначали, в 86-м году, меня на центральный район города Николаева, его на город Ушаров. Но потом человек, в силу того, что он работал с другими людьми, сделал карьеру, был и прокурором Крыма, и Днепропетровской области, дослужился, по-моему, до генерал-лейтенанта, что-то такое, не, по-моему, генерал-полковник, ну, в пересчете на воинские звания. А меня 9 лет здесь недвижимо. Собственно говоря, к чему это и привело? Привело, наверное, то, что в 94-м году, если ты помнишь, я баллотировался в Верховный Совет, помню, по мажоритарии, я баллотировался в Верховный Совет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова